Привет, друзья! Ситуация важная, касающаяся той истории, выпиющей о сироте, которую незаконно обвиняет в тяжких преступлениях следачка, у которой папа судимый за убийство, бывший мент. Значит, в этой истории есть важное продолжение, уточнение, а именно, сегодня главком ВД второй раз отчитался о раскрытии, значит, о задержании преступников по тому же самому делу, по которому задерживали и Анастасию. То есть, два раза они сначала, вот, они Анастасию задержали, отчитали, сказали, вот, нашлась негодяйка, дескать, вот, двух стариков, обманула на 300 тысяч рублей в Сергеевом посаде, а теперь они отчитываются, что нашли других совершенно людей, и якобы они это то же самое, это преступление совершили. Как бы, и при этом, ну, одного из этих людей, у которого есть алиби, да, а именно у Анастасии, железное алиби, доказательства, которые, ну, опровергнуть просто невозможно, да, это кроме свидетельских показаний ее работодательницы, что она в этот момент, в момент совершения этих преступлений находилась не в Сергеевом посаде, а за 100 километров в Москве. Значит, есть видеозаписи с камер видеонаблюдения, значит, уличных, торговых центров, есть, значит, запись метро, в котором она проходила в момент в Москве, в момент, когда, значит, здесь преступники грабили пожилых людей, вот, есть карточки ее списания, что, ну, как бы, где она платила за это метро, да, время, да, что это точно, как бы она... Есть несколько сюжетов по федеральным каналам, но следовательница Крюкова не собирается, несмотря на то, что настоящих преступников задержали и второй раз уже отчитались, значит, раскрыть это преступление, не собирается, значит, отпускать Анастасию. На 4 число она опять будет выходить с ходательством о продлении меры пресечения, это будет уже полгода, как она сидит, и как сидит невиновный человек в тюрьме, вот. Вот, и на нее, на Анастасию сейчас пытаются повесить эпизод, который под нее старательно все это время подбирали, потому что видели, что вот это, эти обвинения, они не прокатят в суде, значит, даже в таком суде, значит, какой у нас есть у нас, полностью подментованный, лежащий под ментами, который все полностью визирует, они подобрали, нашли преступление, которое совершилось, кто-то совершил в нашем городе, именно в тот день, в который она была один-единственный раз в нашем городе, это 16 декабря. То есть, предыдущие преступления ей за январь вменяют, но в январе она не была, ей просто не посчастливилось в декабре арендовать с мужем домик небольшой, значит, у одной местной жительницы, которая вот каким-то образом связана с ментами, видимо, потому что она стала свидетельницей, именно она в ментовке, показала паспорт Анастасии, сказала, что вот, ребята, возможно, это она была в январе, хотя она была в декабре месяц назад. И эта женщина уже, которая была свидетельницей, уже мне писала, говорила, что она, возможно, перепутала, что она не уверена. Та женщина-бабушка, которая тоже ее якобы опознала, видимо, по наводке ментов, тоже журналистам сказала, что она не уверена, что она вообще как бы не понимает ничего, ей просто сказали, она говорит как бы так, да, вот, потому что ей 85 лет, у нее операция на глаза была, она вообще практически ничего не видит. И тем не менее, вот такая ситуация. Я вот решил записать это видео, сказать, ну, попросить вас распространить вот по ссылке материал, да, там будет просто фактура и ссылка на, значит, на данные вот эти вот МВД в какие-то СМИ, чтобы они еще заинтересовались этим, этой историей, потому что она приобретает совершенно, ну, иной, вообще вопиющий какой-то оборот. То есть, вот есть реальные преступники, их причем поймали, этих преступников, не Сергею Посадский, менты, видите, вот, как повезло, ее поймали Истринские, вот ту женщину, которую вы видите сейчас за решеткой вместе с ее подельником, да, значит, поймали Истринские менты, раскрутили все, она призналась, как бы, да, в этих преступлениях нашли связь, нашли данные, подали в главки, если бы это наши, может быть, сделали, они, может быть, как-то что-то еще, как-то намухлевали, тем более, ну, судя по тому, как действует вот эта вот Крюкова, да, вот, потому что ей приносили прям доказательства, что вот, пожалуйста, как бы невиновность доказана, как бы опровергается, точнее, ваше утверждение, она все равно ходатайствовала в суде о продлении мер пресечения, закрыла Анастасию и продолжает на нее давить, вот. Вот, требует свободы Анастасии, свободы невиновному человеку, вот, просто такая вопиющая несправедливость, она даже вот такая, да, она не должна совершаться, потому что, ну, а что тогда говорить о тех случаях, когда, ну, вот, вот такой фактуры нет, когда человек невиновен, но вот так ярко, значит, его невиновность нельзя, значит, доказать. Сколько людей в тюрьмах невиновных сидит, это надо пресекать, это бить надо по рукам, надо самих вот этих вот фальсификаторов сажать в тюрьму, в тюрьмы за это все, за этот беспредел. Свобода Анастасии Ивановой, подробности, какие-то новые, значит, сюжеты будут дальше. Вот, ее муж, кстати, пикетировал здание ОМВД и даже порезал все вены, значит, там знак протеста, вот. Его сейчас пытаются за то, что он борется, за то, что он огласки предает, на него тоже пытаются сейчас повесить дело, как будто бы он ее подельник. Значит, кошмар. Я просто представляю, что вот, блин, звонят тебе в дверь так же, вот, и говорят, все, собирайся, ты, вот, мы решили, что ты будешь у нас грабитель на семерочку. Сядешь, посидишь, значит, потому что так можем, ведь потому что они так могут, ломать человеческие судьбы. Блин, ненавижу вообще, просто уроды. Субтитры создавал DimaTorzok